Всем привет! Сегодня к нам попали на обзор интересное устройство от компании Neolite, а именно видеодомофон модели Kappa Plus и вызывной панели Solo. Видеодомофон выполнен в пластиковом корпусе белого цвета. В комплекте с ним на задней части корпуса предусмотрена специальная монтажная панель для быстрой и удобной установки домофона на стену. Тут также расположены разъемы для подключения вызывных панелей, дополнительных мониторов, видеокамер и электрозамков. В нижней части корпуса имеется слот для карты памяти формата microSD с максимальным объемом до 32 гигабайт. Рядом со слотом расположена кнопка включения и выключения домофона. По бокам экрана на лицевой части домофона расположены сенсорные кнопки для управления им. Что касается вызывной панели Neolite Solo, то она изготовлена в металлическом корпусе, оснащена цветной камерой Sony с разрешением 700 TVL и имеет встроенную инфракрасную подсветку. А теперь мы подсоединим вызывной панель к домофону и покажем как это будет работать. После подсоединения вызывной панели подключаем наш домофон к розетке и нажимаем кнопку включения питания. На экране появляется экранная заставка с приветствием и домофон довольно-таки быстро загружается и уже готов к работе. Давайте сразу же сделаем пробный вызов. Жмем на кнопку панели вызова и в этот момент на видеодомофон поступает звуковой сигнал и загорается экран, который показывает посетителя. Нажимаем на кнопку трубка и можно разговаривать с посетителем через микрофоны и динамики, которые встроены в оба устройства. Для принудительного просмотра изображения с вызывных панелей и камер нужно нажать на кнопку просмотра и с помощью нее же переключаться между устройствами. Навигация по меню на экране осуществляется с помощью кнопок навигации, расположенных слева от экрана. Зайдя в основные настройки устройства, вы сможете изменить язык меню, выбрать режимы работы, настроить подключенные устройства, провести операции по форматированию внутренней и внешней памяти домофона и другие функции. В режиме настройки видео можно настраивать режим видеорегистратора, скорость видеопотока в кадрах в секунду, разрешение видеозаписи, настраивать чувствительность датчика движения и расписание записи. Дополнительно в данном видеодомофоне реализована функция будильник, которая настраивается в соответствующем пункте меню. В меню настройки оповещений можно задать параметры по длительности мелодии вызова, распределение мелодии вызова на ту или иную панель вызова, интеркома, а также активировать ночной режим, в котором можно задать особую, например, тихую громкость вызова. В главном меню ДВР, цифровой видеорегистратор, можно просмотреть записи видео, которые были записаны по детекции движения или принудительно. Для того, чтобы удалить ненужную запись, выберите ее и удерживайте кнопку с изображением ключа несколько секунд. На экране появится надпись с вопросом о том, что действительно вы хотите удалить данное видео. В меню музыка у вас есть возможность прослушать мелодии звонка, любимую музыку в формате mp3, которую можно записать на карту памяти и перенести в дальнейшем в память устройства, если необходимо. Выбрав меню «Время», на экране появится календарь на текущий месяц и часы. Далее, пункт меню «Сообщения» позволяет прослушивать записанные звуковые сообщения, которые вы получили. В пункте меню «Камера» можно просматривать сохраненные изображения посетителей, стоп-кадры, которые автоматически записываются при вызове. Ну и последний пункт меню «Фото», выбрав который, активируется режим «Фоторамки», в котором на экране будут перелистываться сохраненные изображения или ваше личное фото, которое вы загрузите для просмотра. «Фоторамки» Если у вас активен режим записи по движению, то при выявлении камеры движущей объектов, экран домофона активируется и включится запись видео. Запись видео будет продолжаться одну минуту с последнего зафиксированного движения. Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Если у вас возникнут вопросы по подключению или необходимости в монтаже домофонов, специалисты интернет-магазина «Надзор.ua» всегда готовы помочь вам в этом.